Наши артисты, они рассказывали, что был такой период, было такое время, когда они шутили. Могли, допустим, если мимирующая кукла, рот открывается, они могли туда что-то положить, блестки какие-то. Но сейчас, сейчас такого нет, не знаю, сейчас это все идеально, все прекрасно, все хорошо. То есть, когда я пришла в коллектив, конечно же, там, скажем так, свой климат, свои люди, они уже знают друг друга, свой какой-то кружок такой, круг общения. И вдруг тут я пришла. Я, конечно, так и наблюдала со стороны, как, что, кто. И, ну, не знаю, как они говорят. Почему-то, говорит, мы восприняли тебя, как будто ты уже вот в нашем коллективе работаешь, работала и будешь работать. Ну, то есть, приняли с душой, конечно, мне было это очень приятно. Когда ты учишься, вот в академии, да, учаясь, это все равно, это не то. Ты не чувствуешь той атмосферы, которая вот именно происходит вот в театре, когда идет именно общение со зрителем через спектакль. Такого не было, когда я училась. И когда есть коллеги, они очень помогали, конечно. Я помню сцена в спектакле «Карлик нос». Я там работаю Мими, это принцесса. И со мной моя коллега Татьяна Ишмухаметова, она работает карлика, карлика носа. Вот, и у нас там диалог идет, и знаете, и у меня просто белый лист перед глазами. Я не помню, что дальше говорить. Это, знаете, это были секунды, там, две-три секунды, но на сцене эти вот секундочки, они кажутся просто часами. Это бесконечностью. И Таня, она, мне кажется, она там за всех знает текст. И она так шепнула мне просто там несколько слов, и у меня так раз все, все восстановилось, так скажем. Лист заполнился словами, и дальше сцена пошла. И я, конечно, очень ей благодарна, потому что для меня на тот момент это была очень такая важная роль. Это была главная, одна из главных ролей. И я, как говорится, не должна была ударить в грязь лицом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова